Астана 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 Вместе с тем мы сейчас особое внимание уделяем роли депутата. То есть статус депутата Маслихата у населения должен в первую очередь вызывать более доверие, и население должно не только сейчас через соцсети реагировать, а реагировать именно на встречах в избирательных округах. Цели и задачи у нас у всех одни, вне зависимости от партийной принадлежности территории, либо общественных объединений, повышение уровня жизни наших граждан. Вот этот приоритет мы для себя ставим в основное направление всей нашей работы. Что хотелось бы особо отметить, что сейчас сенаторы и мажорисмены приезжают уже в другом формате. Поэтому для нас очень важно, чтобы с нашими коллегами в сенате парламента и мажорисе был выстроен правильный диалог. И те встречи, они уже идут не в таком, что едет один депутат мажориса парламента. Мы стараемся, чтобы если едет мажорисмен, обязательно по этому округу присутствует либо город, либо район, и эти вопросы уже каким-то образом фильтруются и решаются вместе. Вот сейчас очень важную задачу перед всеми нами вообще ставит наш президент Касым Жуанкович Тукаев о том, что роль маслехатов в целом в обществе, она должна аккумулировать на себя все вопросы. То есть рассматривается вопрос, например, о предоставлении дополнительных полномочий маслехатов, усиление именно статуса и вообще ресурса депутатов маслехатов. Только после этого население будет больше доверять. И вот именно в такой рабочей группе при сенате парламента состоит наш областной маслехат. Вы уже сказали, что приехали столичные гости. Когда вы выезжаете на объекты, какие объекты посещаете? Это самые проблемные или то, что актуально при решении каких-то сейчас принятий законов? Расскажите. Мои коллеги, мы посещаем объекты строительства, объектов здравоохранения и образования. Вы знаете, что эти все объекты именно социального направления, в рамках дорожной карты у нас сейчас идет строительство, модернизация, скажем, сельского здравоохранения, строительство ФАПов, врачебных амбулаторий, также школ, детских садов. Это на нашем контроле, поэтому мы с депутатским корпусом в основном выезжаем эти объекты. Для нас очень важно качество строительства, чтобы именно объекты здравоохранения и образования были сданы вовремя. Тем более, вот сейчас буквально через два месяца начинается новый учебный процесс у наших детишек. И это вот на нашем, скажем, таком постоянном контроле. Но везде, где выделяются бюджетные государственные деньги, туда объект под пристальным вниманием депутатов. Вот, Илья Сергеевич, что сейчас актуально? Ну, для всех сейчас, в принципе, понятен период, да, период это строительный сезон. Все мы едем сначала на момент укладки фундамента, ну вот у нас здесь даже есть женщины-строители среди нас присутствуют, Сандугашка Мина тоже этот опыт имеет. Она не просто едет как представитель бюджетной комиссии, председатель бюджетной комиссии, она и смотрит и как строитель. Вот все наши депутаты по своему профилю мы сейчас в основном за ходом строительства. Потом уже поедем, каким образом оснащается, какое оборудование приобретается. Если это медучреждения, то в сфере здравоохранения, если это школы, то каким образом там парты начинают. То есть наши коллеги сейчас вот у нас при областном Маслехате мы отдельно вывели, создали мониторинговую группу. В нее входят представители всех комиссий и самое главное территории, которые закреплены. Ну, из средств массовой информации, в принципе, видно, как мы эту работу ведем достаточно. И уже есть факты, когда настройки конкретно находили в цемент, когда в раствор не добавляли цемент. Это на первой горбольнице наш коллега, в принципе, в соцсетях. И когда не по срокам идут. То есть наша задача сегодня не поднять эту проблему и выставить, каким образом она должна решаться. И мы должны понимать, что если население через бюджет, да, мы понимаем, что весь бюджет же состоит из налоговых сборов, из тех поступлений, которые идут именно в бюджет по различным видам финансовых институтов, они должны правильно расходоваться. Мы должны понимать, что бюджетные средства должны быть под постоянным контролем депутатов Маслехата всех уровней. Вот. И это наша основная задача. Сейчас на основном все наши выезды на это население. Ну и, безусловно, на сигналы от наших граждан. Ну, самое главное, даже не мониторинг, да, вот эти объекты, да, а мы всегда говорим о том, мы приходим не то, чтобы под контролем, а это само собой мониторинг депутатов, но самое главное, какая помощь от нас. То есть мы разговариваем подряд с организациями, разговариваем с заказчиками, да, какая помощь от нас нужна, что. И привлекаем наших избирателей. То есть идет такой живой разговор. То есть на сегодня я хочу сказать, вот в связи с организацией областного Маслехата, да, вы знаете, на самом деле мы сегодня делаем какие-то реальные дела. Если раньше мы только говорили так вот, даже переживали, волноваясь, как это будет, что, сегодня я хочу сказать, вот все сидящие здесь депутаты областного городского Маслехата, мы спокоен 2-4-7 постоянно в работе, и постоянно мы можем ответить на все вопросы и на приемах с избирателями, да, и вживую на все встречи, да, мы можем сказать о том, какую работу мы проводим, что сегодня делаем, да. И уже в соцсетях мы более уже конкретно до и после фотографируем эти объекты, говорим, и какая помощь от нас сегодня идет. Это самое главное. Вот у людей часто... То есть конкретные реальные дела. Да, мнение складывается, что депутаты, они сидят в кабинетах, работают, да, но вот можно сказать, по вашей всей деятельности, потому что мы как СМИ тоже это освещаем, все лето, как говорится, вы в поле, да, потому что на стройках, красивые платьишки, наверное, уже женщинам не так часто приходится одевать и калорийки. У нас постройкам даже больше где-то женщины ходят. Потому что все объекты образования, здравоохранения, это вот, и как раз вот у нас сегодня районные, да, вот расскажите, вот всегда, чем дальше, как говорится, от центра, тем, кажется, можно там как-то так затуманить взгляд, ну, через ваши руки и контрольная на все проходит. Нет, затуманить не получится, потому что мы очень активно работаем с нашим населением, вот как сейчас коллега сказала, мы 24 на 7. В любое время, суток, дня и ночи мы по возможности поднимаем вопрос, мы активно сотрудничаем с Акимами, с нашими. Если какой-то вопрос мы не можем решить, мы напрямую выходим на Акима села, на Акима района, и поэтому у нас очень такой тандем хороший, и работа двигается. Плюс, вот я хочу сказать за мониторинги, у нас сейчас в село выделяется очень хороший бюджет, например, Ясо-Щербактинского района, у нас очень много объектов, вот тоже все контролируем, постоянно выезжаем, но плюс к этому ко всему, мы с местным населением создали группу контроля, очень активных людей берем, и мы прям запротоколировали это все, и все недочеты, включаем тоже туда строителей, кто понимает в данной сфере, например. И все эти вопросы, какие-то нюансы, если возникают, мы вызываем подрядчиков, присутствуют депутаты, местное самоуправление, и вот решаем эти все вопросы. Получается еще в районе и легче, меньше людей, больше специалистов, и каждый гражданин знает своего депутата, чем в городе. Нет, не легче, это не легче, это ответственность двойная, потому что ты выходишь со двора, со своего, и каждый житель, твой сосед тебя знает, и у тебя двойная ответственность. Вот тоже очень, например, хочу поделиться, у нас Мичурина, в этом году у нас большое количество дорог внутрипоселковых, у нас тоже село, мы от города, по идее, недалеко находимся, но мы свои дороги как, мы идем на встречу, наш у нас подрядчик, Дорстрой был, мы шли, потому что мы знаем, что они все с города, мы им говорим, может, обед вам, мы привозили к ним, чай горячий, то есть у нас идет такой момент, люди-то на солнце, на жаре работают, они тоже, но они далеко от своего дома или каких-то там условий. Поэтому вам нужно создавать... И мы их создавали, и с удовольствием. Им легче, они попросили, привезли чай и сказали, а вот здесь вот нам чуть-чуть съездик сделай, там сделай, тут сделай. И социальная ответственность, бизнес, ну как им после этого откажешь? Нет, мы работаем в тандеме, потому что мы, понимаете, и подрядчик, он тоже заинтересован, что он говорит, он же гарантию дает, да, и он тоже, как он говорит, я свое лицо, тем более у нас выиграли наши местные, мы говорим, это же ваше лицо, вы делаете для своих, родных. И когда мы вот в таком тандеме работаем, и правильно вы говорите, да, я поддерживаю свою коллегу, потому что у нас в селах есть местное самоуправление, это наш большой-большой, наверное, такой тыл, у нас вот четвертый уровень бюджета, да, который мы, есть люди, да, вот на безвозмездной основе, но мы каждую деталь, потому что мы знаем, что эти деньги вот нам пришли, да, с области, с района, или это наш бюджет, то есть деревни, да, мы, соответственно, ответственность на нас больше, легче. И когда говорят, что нам легче, нет, может, и легче, но в то же время ответственнее, я так скажу, а легче в плане того, что, ну, наверное, у нас люди такие более, есть на кого-то ложиться. Да, вот как мои коллеги говорят, ну, во-первых, Илья Сергеевич, наверное, подчеркнул, да, сегодня вот в начале передачи, что про гендерность, что больше половины составляют женщины. Женского крыла области. Я просто вот отрадно слушаю своих вот коллег, действительно, вот это вот слово ключевое, что первое, что второе, да, вот мы бесконечно говорим, что настолько щепетильно каждая женщина-депутат к своей работе относится. Вообще у женщин мелочей не бывает. Поэтому я думаю, что вот каждый здесь сидящий, это, во-первых, они члены женского крыла при партии Аманат, которые проделывают огромную работу. Действительно, вы правильно отметили, что наслаждаться нам вообще времени нету. В 6 утра мы уже на ногах, на любой объект мы выезжаем. Наверное, вот всеми нашими коллегами, наверное, нету региона здесь, в Паводарской области, который мы не навестили. Вот именно женская половина. Я немножко, Илья Сергеевич, можно? Да, можно. Потому что действительно к любому объекту, к любому строительству у женщин свой взгляд. То есть на те моменты, где наши мужчины могут масштабно смотреть, не обращать внимания, конечно, мы, особенно вот социальные объекты, то, что я ранее говорила, образование, здравоохранение, конечно, тут чуткие сердца, чуткий взгляд женщины однозначно надо. Мы над этим будем работать, стараться, чтобы все-таки во всех точках нашего региона, Паводарской области, было все качественное строительство, качественное образование, качественная медицина. Самое главное — это дороги и вода. Вот те проблемы, которые есть, когда мы приезжаем в аула деревни, это дороги и вода. И после того, как мы приезжаем, и есть результаты после этого, когда ПСД мы заказываем, все это делаем, вместе с ними работаем, и когда видим результаты, и когда приезжаем спокойно, с таким открытым уже, открыто приезжаем, допустим, в Литер, у нас и дороги, и ремонт школы был, и вы знаете, мы видим, что избиратели довольны, они видят результаты. Ведь результат — это самое главное. Ну вот женскую сторону мы услышали, давайте мужчин-то спросим. Если женщины там каждый сантиметр социальных объектов проверяют, мужчина, на что внимание депутаты обращают, и какие масштабы? Ну, как бы с нашей стороны мы помогаем и оказываем помощь многодетным семьям, малоимущим семьям. Я понимаю, что охота как бы помочь больше, но мы стараемся как бы уделить внимание всем, как бы объезжаем, смотрим, у нас тоже есть списки, и как бы каждую неделю по две, по три семьи мы посещаем. Александр, он общественник наш, вот очень много мероприятий с депутатами участвует в рамках городского маслехата, городского филиала. Вот мы иногда где-то не можем, вот мы, с примеру, сандугашхи, мы госслужащие, но считается, к старту, мы официально освобожденные депутаты, да, которые занимаются на каждодневной основе своей работой, у нас есть определенный ряд обязанностей, но вот где-то обращаемся к предпринимателям, где-то какими-то, вот заявительница наша Марина, буквально вчера Александра попросили, он съездил, оказал помощь, ну, одна проживает, и есть вопросы у нее. Он помог, но вместе с тем же, задача же не стоит, и мы однопартийцы же. Да, но самое главное, я, Сергей Ильич, помимо того, что мы депутаты, мы так обоснованно городского маслехата, занимаются логотовительные деятельности, да? Но как классно, вообще, вот у каждого сидящего здесь есть свой определенный кейс. Но как классно, что есть у нас такие коллеги, у нас есть друзья, это общественные наши активные, такие неоднодушные наши жители, да, вот города однопартийцы, которые помогают нам тоже, да, то есть вместе, и с каждым разом у нас остается больше и больше активистов. Это и есть наша работа, сплоченная команда. Я депутат областного маслехата Хамитов-Мирас, избран по городскому округу, население, которое занималось избранием меня, это 35 тысяч человек, это люди, тот район, за которым я закреплен по сей день, с городскими депутатами совместно. Выполняем работу, внедряем свои, скажем так, интересные моменты. Вот, например, на Максима Горького, 37, дом есть такой, мы совместно с активными жителями создали чат, совместно с председателем КСК, где председатель КСК обязуется нам на ежемесячной основе, там, на постоянной основе, информировать о всех сбросах, там, и так далее. То есть мы предотвращаем, контролируем своевременное предотвращение всяких сбросов, канализацию, устраняем, занимаемся вопросом. Вопросов много, конечно, и сегодня, на сегодняшний день они каждый раз навешиваются, скажем так, поднимаются, то есть они не заканчиваются никогда, в принципе. Но мы работаем, мы стараемся, потому что с представителями исполнительной власти это не так просто, там тоже люди загружены очень сильно, тоже стараются навстречу эти отделы. Но сегодня есть результаты, есть чем сегодня, мы даем обратную связь. Самое главное, самое главное, я знаю, как общественник, я знаю, что надо человеку, это всегда обратную связь. Всегда. Для человека, даже для некоторых взрослых людей, даже не сколько ты поможешь фактически, а сколько ты выслушаешь и пойдешь навстречу. Это очень важно. А выслушивать, мне кажется, приходится очень много. Причем весьма нелестные выражения. Я здесь добавлю, вот Мирослав Иванович, он входит в единственную комиссию по всей стране, комиссия по молодежи, спорту, туризму, культуре при областном Маслихате. Что самое интересное, что в этой комиссии все ребята, самые молодые наши с областного Маслихата, и они представители всех партий. Это Народная партия, это партия Аманат, это партия АУ и Республика. То есть представленные ребята со всех партий. Вот они, к примеру, сейчас активно Айдар Курумбаев ведет работу по мониторингу на воде безопасности. Илья Игоревич направление ведет по туризму, по культуре в Баянауле ведет. То есть вопрос такой, что компетенция депутатского корпуса, она вообще многогранна. А мы прервемся на короткую рекламу, потом вернемся к нашей беседе. В 2018 году меня пригласили работать в Министерстве общественного развития. Я начинала простым главным экспертом, потом была помощником министра, заместителем директора научно-исследовательского центра молодежь. И в 2021 году я попала в президентский молодежный кадровый резерв, после которого меня пригласили работать в Министерстве образования и науки, заместителем председателя комитета по охране прав детей. И вот сегодня я возглавляю РГУ Курамбат Кемисэм под ведомственную организацию Министерства культуры и информации, которая основными своими задачами ставит задачи Ассамблей народа Казахстана и сохранение межэтнического согласия. Опыт общественной, партийной и депутатской деятельности, которые я получила в области, он безусловно бесценен. И сегодня я применяю его уже на центральном государственном уровне. Поэтому я всегда благодарна своей родной Павлодарской области. Дорогие казахстанцы, повладарцы, от всей души поздравляю вас с Днем Столицы. Желаю крепкого здоровья каждому из вас и благополучия в семьях. А мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о Дне Столицы и о той работе, которую ведет депутатский корпус совместно с населением. Как мы уже отметили, что население все-таки активно видит вашу работу. И это уже результат. Потому что если еще, как сказали, помогают, то вдвойне будет результат. Вот скажите, по городу Павлодару. У нас город изменился. У нас город процветающий, успешный. Это отрадно. И в этом есть ваша часть. Потому что все вместе с населением вы делаете город намного лучше. С какими проблемами сталкиваетесь сейчас депутаты? Я депутат городского Маслехата по 5-му избирательному округу. Но хочу сказать, что наши депутаты, мы все сейчас знаем, что жители могут посмотреть по ТУГИС, кто к какому округу относится, каждого депутата, и сразу напрямую связаться. Поэтому это облегчает, что у нас связь 24 на 7. Связывается? Работает это? Да, связывается. Очень работает. Это их инициатива, которая сейчас работает уже на уровне области. Это вот молодцы, это городской Маслехат. Сейчас поэтому бывают такие вопросы, что обрезать веточку или еще что-то там. Мусор не вывозят. По любому вопросу обращаются к нам. Хотя есть службы, которые должны этим заниматься. Поэтому мы направляем запросы, если это уже повторяется или ситуация такая критичная. Население вас знает. Население помогает или только больше критикует? Ведь нужно менять сознание людей, что не только критиковать, но и быть помощниками. Один депутат, население 30 тысяч района, как он может справиться? Есть уже вот это изменение сознания людей? Уже есть. Потому что уже не первый год работаем. Первый год, наверное, было такое скептическое ожидание. Ну, для того, чтобы прошли выборы, вы наобещали. Ну, сейчас посмотрим. А сейчас уже работая с населением, зная каждого жителя, председателя КСК, и отрабатывая эти запросы, которые приходят, уже идет доверие и, ну, еще больше становится обращение. Наша работа — это равно активный житель, который обращается к нам за помощью, за разъяснениями. На наших личных приемах очень активно участвует, так как город, мы областной такой центр. Наши соцсети всегда открыты, и очень-очень большие вопросы, запросы идут именно через соцсети. И там действительно 24 на 7. Очень хочется вот просто поблагодарить активных жителей микрорайона, районов наших, округов, которые работают в тандеме с КСК, с старшими по дому. И очень большой вопрос закрываем конкретно с активными жителями. Здесь вот, правда, такая огромная благодарность именно за активность. Хочется выразить им благодарность. Да, у нас очень активные жители. У нас был один из кейтсов, это Жамбульская, 15. Очень много лет жители не могли убрать недострой, судились, много таких инстанций прошли. И последнее-то осталось вот просто его снести. И это тоже была большая работа, потому что они не знали, к кому обратиться. Это перекидывали с одного отдела в другой. И вот у нас это была эпопея 145 дней, когда мы смогли наконец-то с помощью юстиции, архитектуры нашего города, снести этот недострой, который там реально собирались бомжи, дети могли залезть. Ну как бы можно, небезопасно было. И вот эта большая работа, которую в том году мы провели, и благодаря нашим жителям, вот таким неравнодушным, они прошли все инстанции, вот осталась только последняя. И я очень рада была, что я смогла им это помочь. Мы сделали, они так меня поздравили, грамоты, собрались двором, сделали праздник двора. Проблема объединилась с всех и жителей, да? И вот это прям радует, что не только просто, что мы им помогаем, да, и они нам, что они до конца довели, вот просто вот последнюю точку надо было поставить. И мне кажется, вот тогда ты думаешь, ну не просто так ты работаешь, потому что общественная, мы все депутаты не получаем зарплату, это общественная работа, которая на таких началах, да, когда ты хочешь. И моему ребенку сейчас полтора года, в том году это было ему там месяца шесть. Я в семь часов приехала, смотрю, как сносят, и руководитель архитектуры говорит, ну да, ты, наверное, здесь живешь, из-за этого ты хотелось нести. Я говорю, нет, просто жители переживают, очень много там живут стариков, ветераны войны, и у них было вот пять лет, это была такая большая эпопея, которую вот хотелось закончить. Очень тесно работаем с госслужбами, и я хочу сказать, что госслужбы очень хорошо работают. Вот мы на днях ездили с сенатором парламента в Тедстрип, ездили, посещали, посмотреть подготовку к отопительному сезону. Вы прекрасно знаете, что у нас такой непростой регион, в котором зима очень-очень холодная, лето очень жаркое, поэтому посмотрели, что подготовка идет в полный рост. Там озвучено было на ближайшие 6 лет их планы. Естественно, что они озвучили свою необходимость, которую только через сенат, через Можилис, возможно, будет провести. И также, знаете, у меня 13 округ, это Камзина, и я знаю уже не понаслышке, что там проблемы были с отоплением в отопительный сезон, то есть мощностей не хватало. И в этом году очень большую такую работу проводят от Ломова до Естая, меняют полностью магистраль, она шла воздушкой, сейчас делают ее под землю. Причем это делается так, что люди не страдают из-за отсутствия горячей воды. И увеличение диаметра с 500 до 800. То есть это очень-очень хорошо. Это очень радостная новость для наших жителей. Да, новость, поэтому мы на днях встречались с этими подрядчиками, они пообещали, что до отопительного сезона, вплоть до благоустройства, все они сделают, все в рабочем режиме и вот постоянно контролируем. Много очень специалистов, как вы уже говорили, да, что людей привлекают, потому что они и строители, и энергетики, и они очень хорошо много знают. Но пройти туда, куда проходите вы, можете проконтролировать, к сожалению, невозможно. Расскажите, что я работаю. Она объясняла, что я работал её в чикарном сообществе. Поэтому мы в Хазербайджане, что мы используем два, мы будем кроетки, совсем 누구, что это 집에 кружительным фотографиям, я не делаю для вас, я не делаю сквозь я. Население помогает вам? Илья Сергеевич, проблемы, которые не решаются на местном уровне, как удается поправки? Илья Сергеевич, проблемы, которые не решаются на местном уровне? Вот именно здесь вот это взаимодействие дает где-то, ну как вы понимаете, к примеру, областной масляхат состоит из 32 депутатов, но 512 тысяч населения, которое проголосовало за нас, физически невозможно все оплатить. Вот здесь вот поддержка со стороны филиалов, поэтому я вот Марину Владимировну хотел, у нее всегда очень такой ответственный блок, я очень рад, что она очень сильно хорошо взаимодействует с нашими коллегами, она фактически как будто с нашего депутатского корпуса не выходила. Не уходила, но мне очень правильное понимание именно взаимодействия с работой с партией и со своими коллегами. Ну что вы сейчас вот видите, какие изменения, что главное в работе? Мне действительно есть с чем сравнить, как-никак депутат трех созывов была, и могу отметить, что нынешнее поколение депутатов это молодые, активные, очень болеющие душой и желающие и понять, и помочь нашему населению. Вот это, наверное, самое главное. Самое главное неравнодушие. Как со стороны депутатов, так и со стороны населения, которое сейчас очень активно обращается и к депутатам, и в наши общественные советы. В частности, вот у нас совет социальной направленности, это образование, здравоохранение, семья, социальная защита, поддержка. Естественно, очень такие насущные глобальные проблемы поднимаются населением, которые мы решаем. В частности, вот вы сказали, какие были инициативы, сейчас принят закон о новой поправке, закон о противодействии бытовому насилию. Это есть и наш клад, потому что мы неоднократно поднимали эти вопросы, мы выходили с предложениями о том, что необходимо, работа с агрессорами, помощь женщине, помощь семье, помощь детям. И очень радует, что все эти наши предложения, они находят поддержку в мажористе парламента и отражаются, соответственно, нормативно-правовых актов, который направлен прежде всего на улучшение положения женщин, поддержку семьи. Это, наверное, самое главное. Если говорить на местном уровне, какая работа нами была проведена и какую помощь мы оказываем, как общественный совет, это помощь семьям, имеющим детей с инвалидностью. Очень активная категория, которые постоянно к нам приходят, обращаются, поднимают такие вопросы, на которые мы должны ответить. Мы собираем заседания, проводим рабочие группы, и пока мы не завершим эту работу, мы не останавливаемся. Вот это, наверное, наш огромный плюс в работе и общественников, и депутатского корпуса. Иротическое, материальное, моральное, всевозможное. Бахатут басы. Бахатут басы. Что касается конкретных примеров, к примеру, чтобы понимали, только за этот год нас посетило два комитета с участием вице-министров профильных. Это бюджет, это финансы по линии Сената, весь комитет. И буквально на прошлой неделе мы работали с мажористмены, аналогичный комитет. То есть за всю историю масляхатов, чтобы приехал в один год полностью два состава профильных, почему? Почему? Потому что мы вот здесь Сандугашко-Ивдина воспользовались моментом. Или наоборот. Одни из первых, благодаря тому, что Сандугашко-Ивдина вошла в рабочую группу при Сенате парламента, начали собирать предложения. И мы отправили 50 предложений в действующий закон, были изменения. То есть бюджетный кодекс, 52 изменения. И мы это сделали от всех наших депутатских групп. И аналогично, когда уже с мажориста все поднималось, мы, когда документы взяли, мы сейчас точно так же действуем по изменению в налоговый кодекс. Тут мы, по-моему, 20, да? Да, 21. Ваша комиссия занималась. И вот участие в этом процессе депутатов Павлодарской области, она очень активна. Я вовлекаю в эту работу наших городских, районных депутатов. Все предложения должны аккумулироваться. И вот именно понимание статуса областного Маслихата, он должен координировать, но вместе с тем мы делаем одну работу. Что депутат районного Маслихата, что городского, цели и задачи, я всегда говорю одни. Независимости от общественного объединения. Если мы здесь правильно выстроим, да? Вот так получилось, да, что сегодня очень много произошло обновлений в депутатском корпусе. Вот о чем говорила Марина Лавинова. То есть мы фактически по корпусу обновились на 70%. Если взять из всех городов и районов, мы очень много вопросов проработали в рамках гендерной политики. Чтобы представленность женщин была, да? Более 20%. Молодежи более 30%. Но от этого сейчас не уйти. Почему? Потому что это требует население. Что касается конкретики, ну вы знаете, что школа в Тлектесе при поддержке Акима области, Байханова Саня Кондыхевича сейчас поддержали. И мы уже выбили, чтобы вы понимали. Сначала при предыдущем созыве дали деньги, а потом нам пришлось их отозвать. Потому что депутатский корпус, в рабочей группе выехали и установили, что нет смысла ремонтировать эту старую школу. Пришли к Акиму области, объяснили, сказали, что необходима повторная экспертиза. Ее сделали и доказали, что школа аварийная. А Акиму области поддержал. Именно наше предложение поддержал. Выступил на сессии областной комиссии. Коллеги, молодцы, я поддерживаю. Давайте в том же... Мы принимали бюджет, прошли 9 комиссий. Две из них выездные. И вот основная комиссия Сандугашка Ильинина смотрела. Но каждый блок она отдала профильной комиссии. Здравоохранительный. Да. Каждый у себя рассмотрел, потом после этого провели итоговую. Тогда каждый в своей комиссии знает свою часть. То есть тот старый формат, когда комиссия профильная приходит и только на сессии видит, что вопросы здравоохранения уже прошли через бюджет. Вот очень хорошую комиссию сейчас Сандугашка Ильинина расширенную провела. Это вообще новый формат. То есть вообще даже, как говорится, в правилах работы такого не было. Но были шаблонные вопросы, мы их разломали. Мы ввели единую пятницу. Мы ввели партийный день, когда каждый практически занимается своими делами. Даже с Маслехата не звонит у меня задачу. Вот именно в этом идет, может быть, это новшество. Может быть, даже это план работы, план действий. Мы ушли от меморандумов, подписываем только план совместных действий. Там другое неинтересно. Оценка работы депутатов, я хочу сказать коллеге, это благодарность народа. Ихняя оценка. Когда идет от них обратная связь, для нас это очень хорошо. Самое важное. И я хочу сказать, что у нас реально креативный председатель Илья Сергеевич. Мы сегодня как сорока с сорокой друг друга не похвалить нельзя. Потому что реально новшества идут, изменения. Вот он говорит, модернизация. Реально, у нас все по-другому, мы иначе. Понимаете? У нас с общественниками, у нас с ветеранами встречи. То есть мы на короткой ноге, и мы смотрим, чтобы был результат. Раз мы поднимаем проблемы, депутаты поднимают, я всегда говорю, найдите сначала пути решения. Разговоров нету. Наши Акимы, что города, что области, они идут навстречу. Бюджет не резиновый. И все же опять же платят же, бюджет наполняет наши предприниматели, депутаты, которые без заработной платы работают. Люди должны это понимать. И должны бережно относиться ко всему. Сегодня такая тема развита. Я его специально прослушала и думаю, не могу сказать, потому что столица Астана, для меня это первая моя школа и урок. Наталья Анатольевна, не может не сказать, я подтверждение скажу. Она целый микрорайон участвовала в застройке. В 97-м году. В 97-м году она из тех строителей Павлодарской области. Давайте поддержим. В 97-м году, когда я приехала туда в столицу, реально, у нас же тогда не было строительных материалов. Сейчас строителям, я говорю, должно быть стыдно. Вы идете на конкурс, вы делаете цену ниже, но если материал сейчас на сегодня дорогой, но он здесь, на месте. Мы когда-то возили с России. Не было ни кирпичных заводов, ни цемента. Вы представляете, да? 9-й микрорайон, жильцы, мы строили 9-этажки. Это было очень сложно, потому что весь материал был привозной. Тогда не было такого рынка даже закупа. Сейчас все. И мне, конечно, отрадно и очень стыдно. Я давлю на совесть строителям, которые сейчас, на данный момент, когда мы ездим, проверяем, что делайте, пожалуйста, для людей качественно. Чтобы переживали. Десятилетие, а вам скажут спасибо за устранные объекты. Конечно, конечно. Сегодня, на сегодняшний день, когда я езжу в столицу, я наслаждаюсь этим. Я обязательно хожу в тот микрорайон, который я начинала. Когда я в резиновых сапогах. И вы понимаете, даже дети, те маленькие дети, они такие довольны, что там тепло и уютно. Илья Сергеевич, подводя итог нашей программы, пожалуйста, поздравьте. В первую очередь мы от лица всего депутатского корпуса, областного, городского, районного масляхата, от нашей общественности, от филиала партии АМАНА от Павлодарской области хотели поздравить всех наших жителей столицы, наших земляков. Тех, кто, как Сандугашкина сказали, внесли особый вклад в строительство. Раньше вообще было закреплено, что строители целый микрорайон на себя города Астаны брали. И мы очень рады, что сегодня у нас есть такой красивый город. Сколько мировых лидеров посетило его. Какая она действительно правильно спланированная столица. Мы гордимся своей столицей. Мы гордимся руководством, которое сегодня все делает для того, чтобы страна процветала, наша столица процветала. Но у каждого из нас есть частичка Астаны. Я работал в Астане, и для меня приезжают туда целый период определенных, на тот момент очень важных республиканских мероприятий и событий. Поздравляем всех с таким прекрасным праздником. Поблагодарить наших коллег, что они сегодня нашли время, потому что праздничный день. И очень важно, что мы сегодня здесь. И депутаты, общественники, это все-таки такая неоплачиваемая, святая работа. И вот мы от населения ждем не благодарности, мы ждем взаимодействия. А если вопрос решился, ну должны мы начать друг другу поделиться эмоциями. Поэтому желаю, чтобы по жизни всегда и везде встречались хорошие люди. Чтобы наша столица только процветала. За интересную беседу удачи вам в работе. Сегодня столица республики один из уникальных казахстанских брендов. Каждое достижение Астаны является показателем социальных и экономических успехов страны. Пусть и дальше процветает и развивается столица нашей родины. А вместе с ней и весь Казахстан.